Такие кабачки лучше запекать. У меня чудо-кастрюля. А запекать, конечно, можно в духовке, в микроволновке, где вам больше нравится. Я взяла формочку для пирога и выстелила ее пергаментной бумагой. У меня бумага, в которую упаковывается хлеб. Она тоже годится для запекания. Шкурочку с кабачков я решила не счищать. И сделала правильно. Они молоденькие и в готовых кабачках она совершенно не чувствовалась. Нарезала кабачки на одинаковые по высоте брусочки. Нарезала сердцевинку так, чтобы потом ложечкой очень удобно было ее очищать. Кабачков взяла столько, чтобы они плотно стали в посуде, в которой я их собралась запекать. Для фарша взяла луковицу, зелень, морковку, болгарский перец. Хорошо бы, конечно, иметь кинзу. Но у меня нет кинзы, есть петрушка и укроп. Кроме того, я взяла для фарша 2 столовые ложки риса, который предварительно отварила до полуготовности. И фарш. У меня домашний готовый фарш из магазина, но можно взять любой мясной фарш. Перчик я почистила от шкурочки, потому что она довольно жесткая и неприятна, когда она в готовом блюде попадается на язык. Еще я взяла сметану. В общем, все это объединила в удобную мисочку, в которой удобно все хорошенечко перемешать, чтобы фарш получился однородный. А затем стала заполнять подготовленные стаканчики полученным фаршем, состоящим из овощей и мяса и сметанги. Да, еще забыла сказать, что стаканчики, когда я их подготовила, я внутри посолила. И фарш тоже посолить. Это обязательно, потому что без соли получается совсем невкусно. И когда я приготовила, мне показалось на вкус, что я могла бы добавить соли немножечко больше. И с наружной части, может быть, тоже надо было как-то посолить мои стаканчики из кабачков. Кабачковые стаканчики я заполнила фаршем, а потом старалась утрамбовать, чтобы фарша поместилась туда побольше. Кроме того, во время готовки он немного оседает. Поэтому я добавляла фарша столько, чтобы он был с горкой. И немножко утрамбовывала, постукивала стаканчиком от донышка моей формы, в которой я собралась запекать кабачки. В результате у меня осталось немножко фарша. Да и кабачковые стаканчики стояли не совсем плотно в форме. Поэтому я взяла еще два перца, тоже заполнила их фаршем. И утрамбовала стаканчики и перчики в блюде так, чтобы они стояли совсем плотно. Поставила формочку с кабачками и перчиками в чудо-кастрюлю, накрыла крышкой и поставила запекать. Запекала я полтора часа, потому что боялась, чтобы сердцевинка была готова. Там же сырое мясо. Ну, возможно, это было слишком долго. Может быть, можно было и за час. Потому что буречки, например, у меня запекаются в этой кастрюле за час. Ну, и, наконец, момент истины. Ммм, вкусно! Ну, хорошо. Я, правда, люблю со сметанкой. Но ты со сметанкой не любишь. Ну, добрый, хорошо. Смочного! Дякую!